В России стартовала неделя сбора батареек. Специальные контейнеры «Дюраселл Россия» будут ездить по 35 городам, останавливаясь на неделю в каждом. В эти 7 дней экологическая акция будет проходить в столице Верхней Волжья. Такой металлический контейнер появился у торгово-развлекательного центра «Рубин» совсем недавно. Однако за пару дней уже наполнился почти наполовину. Большинство людей приносят батарейки в пластмассовых бутылках. За многие годы у горожан скопились десятки элементов питания. Было много обращений от жителей, которые задавали вопрос, куда можно деть, отработаны батарейки. Мы на эти обращения отреагировали. Совместно с компанией «Дюраселл» установили данный контейнер. Находится этот контейнер на проспекте Калинин, дом 15, строение 1, напротив администрации пролетарского района. Акция в Твери пройдет две недели. По истечении срока специалисты ТСАХ проведут мониторинг. Если подобные мероприятия получат большой отклик у тверичан, то проект станет постоянным. Проведение акции помогает сдать накопившиеся элементы питания и вернуть ресурсы в промышленный оборот. Переработанные батарейки являются ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо. Переработка — это самый экологичный способ утилизации элементов питания. После нее остается ценное сырье, которое потом идет на создание различных вещей. От карандашей до минеральных удобрений. На данный момент все элементы питания тверичанами выкидываются в мусорные баки и свозятся на свалку. Там их сжигают вместе с прочим мусором. При этом выделяется ряд вредных веществ, которые отравляют воздух. С осадками все это может переноситься на разные территории и заражать местность. Поэтому, чтобы природа и люди были здоровы, нужно не выкидывать источники питания в мусорку, а собирать и относить их в специальные пункты приема. Об этом знают даже дети. В батарейках есть что-то плохое, и оно может навредить природе то, что, ну, если они попадут в воду, к примеру, вода станет какая-то плохая, а рыба там не сможет плавать. Их нельзя выкидывать, потому что если на них кто-то наступит, то она может взорваться. Батарейки, они вредят животным. Лучше переработать, они будут лучше, и мы так не навредим природе. Каждый желающий может сдать любое количество элементов питания. Собранные батарейки впоследствии будут вывезены и утилизированы на заводе «Мегаполис Ресурс» с минимальным воздействием на окружающую среду. Кроме того, компания «Дюрасл Рашу» планирует создать на территории Тверской области сеть пунктов по сбору батареек для их дальнейшей утилизации. И тогда сдать опасные элементы можно будет не только в Твери, но и в любом муниципальном образовании. Напомним, проект обсудили представители регионального правительства и гендиректор компании Юрий Каратаев в ходе российского инвестиционного форума в Сочи. Кроме того, обговорилось, что Верхневолжье станет первым регионом, где пункты сбора будут организованы также в школах, офисных центрах, учреждениях ЖКХ.